Здорово, YouTube, Максим Густарев на связи. Сегодня мы с вами поговорим о рациональном использовании вашего дискового пространства, введении домашней библиотеки и отборе фотографий. Покажу на своем примере от А до Я. Погнали! Фотографирую я порядка 12 лет. За это время я успел сделать десятки терабайт различных кадров, часть из которых хранится в архивах, а часть канула в лету, потому что жесткие диски бывают, вздыхают, помирают, погорают. Увы, такое тоже было. Но с опытом, благо дело, я пришел, наверное, на мой взгляд, к самому оптимальному типу введения в домашней библиотеке. И этим подходом я хочу с вами поделиться. Задумайтесь, где вы храните свои файлы? В папке «Мои документы», «Мои фотографии» на рабочем столе? Не нужно так. Тут их очень легко потерять. Да и спустя пару десятков съемок вы полностью забьете свой ноутбук. Для домашней библиотеки лучше всего использовать внешнее сетевое хранилище на рейд-массиве с несколькими дублирующими друг друга жесткими дисками. Это в идеале. Так вы сведете вероятность потери файлов к нулю. Только если вы эти файлы сами случайно не удалите. Но такие рейд-массивы стоят много денег. Но если хотите недорого, то делайте, как я, обычный HDD диск на 1 терабайт через внешнюю док-станцию. Почему я использую жесткие диски на 1 терабайт, а не на 8? Да все очень просто. Лучше я куплю 8 дисков по 1 терабайту, чем 1 диск на 8 терабайт. И если какой-то из дисков просто-напросто выйдет из строя, я потеряю 1 восьмую часть от всей информации, а не всю информацию разом. Да и, кстати, 1 диск на 8 терабайт будет дороже, чем 8 дисков по 1 терабайту. Сейчас многие могут сказать, что такие диски не особо надежны. Но если вы их используете исключительно как домашний архив, то есть вы не постоянно их используете, не закидываете туда файлы 24 на 7, постоянно их считываете, когда у вас док-станция лежит нетронутой, и где-то раз в месяц вы туда просто закидываете все свои архивные файлы, этот жесткий диск прослужит вам много-много лет, и ничего с ним не будет. К примеру, вот этому жесткому диску уже 12 лет. Я его использовал исключительно как архивный. Последний раз я его открывал, наверное, года 3 назад. Я знаю, что там лежат за файлы. Их лучше никому не показывать. И все современные файлы я закидываю на другой жесткий диск. Таким образом я минимизирую возможность потери данных с этого диска. Касаемо док-станции, она у меня супер простая. Покупал я ее лет 5 назад, работает она вполне нормально. Скорость записи и считывания, конечно, не под стать 21 году, но, если честно, я не ворочаю гигантскими проектами по 100 терабайт. Поэтому для меня эта станция идеал. Итак, кратко опишу трансфер моих фотографий с фотоаппарата до архива. Первое. Я провожу съемку. На руках у меня имеется SD-карта, полностью заполненная фотографиями. Я открываю эту карточку с помощью высокоскоростного картридера и начинаю отсеивание кадров непосредственно с самого картридера, не перекидывая файлы внутрь на компьютер. Потому что отбор можно произвести на самой SD-карточке. Это экономит ваше время и свободное пространство вашего компьютера. И после первого отсеивания файлов на карте, я их скидываю же ограниченное количество на внутренний SSD своего MacBook. В Mac у меня всего лишь 512 гигабайт. Это немного. Но когда вы отсеете кадры со своей SD-карты, к примеру, у вас будет 2000 кадров, но после первого отсеивания останется всего лишь 100, а они будут занимать от силы пару гигабайт, то для вашего внутреннего SSD это будет не критично. Поэтому на своем ноуте я могу спокойно содержать файлы за последние полгода. Далее я обрабатываю эти файлы, публикую в социальных сетях, и больше они мне не нужны. Сжатые файлы для веба, которые весят пару мегабайт, я закидываю в облако для того, чтобы иметь к ним постоянный доступ из любой точки мира. Разобранные на слои PSD обработанные файлики я закидываю на Patreon для учеников. А фуллсайзы и оригинальные равки я закидываю уже на архив. И просто-напросто про них забываю. Док-станция — это конечный пункт назначения моих файлов, которые, скорее всего, уходят на покой. Так как я уже и не помню, когда специально открывал старые файлы. Но все же я их храню. Возможно, когда-нибудь мне захочется переобработать старую серию в новом цвете. Кстати, когда я еду в путешествие, то, понятное дело, док-станцию с HDD здоровенным я не таскаю с собой, а беру вот такой маленький SSD от Samsung T5 на 512 гигабайт. Маленький, быстрый, для того, чтобы перекинуть нам фоточки с камерой и видосы с дрона за две недели путешествий вполне его будет достаточно. Кстати, до переносного SSD накопителя я пользовался HDD такими маленькими компактными жесткими дисками на 1 терабайт, на 2 терабайт. Они стоят не так дорого, и на самом деле многие на них клюют. Но в них есть один огроменный минус. Они супер хрупкие. Одно падение, смещается магнитная головка, считывающая информацию с диска, и все, вам нужно этот диск ремонтировать. А ремонт стоит на порядок дороже самого диска. Если диску купили за 3000 рублей, будьте готовы к тому, что ремонтники зарядят вам ценник под 30-ку. Нафиг оно вам нужно, поэтому их не рекомендую. Ну а теперь, как и обещал, давайте посмотрим на процесс отбора фотографий на примере моей недавней съемки с Катей в Линдуловской роще. За два часа мы успели настругать 1600 кадров. Поехали их отбирать. Отбирать фотографии мы будем с помощью Adobe Bridge. Это бесплатная программа. И весьма хорошо оптимизированная на отображение RAW файлов. Они у меня даже с SD-карты, без задержек, такие открываются через пробелы. И пул-пул-пул-пул-пул, пул-пул-пул-пул. Все прям быстро показывается. Ее настоятельно рекомендую. Но для начала мы настроим эту программу. Смотрите. В правой части просмотр, опубликовать метаданные, ключевые слова. Нам это все не нужно. Чтобы не занимало это свободное пространство, мы просто берем и перетаскиваем это в сторону. Слева нам понадобится только одна вкладочка. Фильтры. И здесь у нас будут отображаться метки тех фотографий, которые мы хотим с вами перенести. Переходим в настройки. В установки. Снизу в метках и рейтингах нам нужно с вами убрать галочку с фразой использовать клавишу Command, либо Control, если вы работаете на винде. Таким образом вы сможете выставлять цветные метки, нажимая просто на клавиатуре, на клавиши 5, 6, 7 и 8. Четырех меток, красный, желтый, зеленый и синий цвет, вам будет вполне достаточно для того, чтобы произвести отбор фотографий. Нажимаем ОК. Нажимаем на первый наш кадр. Далее жмем пробел. Фулл сайз. У нас открывается файл. И начинается веселая канитель. Вы начинаете просто листать кадры. И как только вы начинаете видеть вроде бы прикольный снимок, вы сразу же останавливаетесь и нажимаете на восьмерочку. Восьмерочка помечает вашу фотографию снизу слева зеленым флагом. И потом, после того, как вы пройдетесь по всем фотографиям, вы сможете отсеять только зеленые флаги. И из пула в 1600 кадров у вас, к примеру, получится кадров 200. Это будет ваше первое отсеивание. И эти кадры мы как раз и перекинем на жесткий диск. Кстати говоря, чтобы процесс проходил чуть еще быстрее, сверху справа у вас есть возможность выбрать встроенные миниатюры. Они позволят вам на максимальной скорости отображать файлы без каких-либо задержек. Если у вас слабый компьютер, сразу ставьте быстрое отображение. И начинаем. Листаем. Вот эти классные кадры. Какой-то из этих мне хотелось бы взять, где она смотрит в небо. Он достаточно четкий. Берем, помечаем восьмеркой и едем дальше. Как видите, процесс отбора фотографий у меня супербыстрый. Я не туплю над 10 кадрами очень долго и стараюсь определять фотографии, ну, каким-то эмоциональным ключом. Если прям по эмоциям, по движениям, по композиции меня кадр устраивает, то я сразу нажимаю на восьмерочку, и этот снимочек у меня остается. Если кадры начинают друг друга дублировать, ничего страшного. Вы можете прям несколько кадров отметить восьмеркой, А потом уже, после того, как вы перекинете эти файлы на компьютер, спокойно дубликаты удалить. Тоже вот здесь классные кадры, где она так сквозь руки смотрит на небо. Я могу дать вам очень хорошую рекомендацию. Не останавливайтесь на выборе снимков. Если вы начинаете запираться, если вы понимаете то, что, блин, какой из этих двух кадров будет лучшим, не нужно так. Позвольте своим эмоциям сделать выбор за вас. Так будет намного более правильно. Вот вообще классный кадр, смотрите, даже с шевеленочкой. Каждый раз, когда вы сохраняете кадр с шевеленочкой, где-то в мире радуется одна Инна Мендельсон. Вау, блин, какие классные фотки. Я так давно не снимал в лесу. Все постоянно у меня в фотосессии, в студии на белой циклораме. И вот, наконец-то, выбрались поснимать на природу. Кстати, в этой съемке я использовал фильтр Tiffen Black Pro Mist, который позволил создать вот эту небольшую атмосферу и свечение вокруг неба. Ну вот и весь отбор фотографий. Я на все про все потратил, ну, приблизительно 10 минут. 1600 кадров отсмотрено. Отсеяно 151 снимок. Далее я слева клацаю на галочку утверждено. У меня все снимочки вылезают. Я их выделяю через Command A. Справа у нас есть информация. Выделяем любой из кадров. И смотрим. Съемка у нас была 14 октября. Отлично. Еще раз выделяем все. Копируем. Создаем новую папку. 2021, 10, 14, Катя. И копируем в эту папку снимки. Отлично. Наши файлы перекинулись. Занимают они всего 4 гигабайта. 150 равок. Понятное дело, то что все эти 150 кадров я обрабатывать не буду. Здесь гигантское количество дубликатов, от которых нам нужно избавиться. Перед вторым отсеиванием могу порекомендовать вам снять выделение, все цветные маркеры с ваших фотографий. Для этого мы их выделяем через Command A. Далее нажимаем правой кнопкой, метка и ставим метку без метки. Все, теперь наши равки девственно чисты. Открываем первый фотографий, нажимаем пробел и производим второе отсеивание. Сейчас моя задача убрать все дубликаты. К примеру, вот у меня три кадра. Раз, два, три. Они, грубо говоря, очень похожи. Я их в одну серию точно не возьму. Поэтому мне нету смысла их держать вместе. И какие-то из этих кадров я могу удалить. К примеру, из этих трех кадров я, наверное, оставлю этот. Он более или менее самый милый с таким боковым взглядом. Поэтому этот кадр мне не нужен. И этот кадр мне не нужен. На выбранном мной кадре я опять ставлю восьмерочку. Зеленый флаг, он у меня остается. Едем дальше. Два одинаковых. И опять, мы должны из этих двух одинаковых снимков взять нужный нам. Я, наверное, остановлюсь на втором, где рука чуть-чуть более высоко поднята. И более вертикальный взгляд, как бы смотрящий куда-то вдаль вверх. Он более эпичный. Оставлю его. Нажимаю на восьмерочку. Еду дальше. Смотрите, сколько повторений. Раз, два, три, четыре, пять. Пять практически одинаковых кадров. Вот из них нам нужно выбрать оптимальный. Мне нравится ее поднятая ручка. Мне нравится передний план, размазанный в бокехе. Поэтому я возьму также какой-то из этих. Ну, к примеру, давайте более чистый возьмем. Вот этот. Восьмерочку нажимаю. Вот этот кадр, абстрагированный от фотографа, для меня тоже важен. Я его возьму. Смотрите, когда вы выбираете серию, у вас в кадре может быть множество кадров, где модель смотрит в камеру. И получается то, что зритель, листая снимки, постоянно видит прямой контакт с моделью. Это плохо. Вы не даете возможность человеку рассмотреть модель со всех сторон. Потому что, когда модель смотрит глазами в камеру, зритель останавливает свое внимание исключительно на лице. Хочется посмотреть на фотографию в целом. Когда человек глаза отводит, модель смотрит куда-то вдаль, в сторону, либо совсем закрывает глаза, человек чисто психологически намного более легко начинает скользить глазами по ее телу, по окружающей обстановке. И снимок становится более полноценным. Поэтому кадры, где модель не смотрит в камеру, мне очень важны. И их я буду, конечно же, брать в серию. Мне также интересны живые кадры. К примеру, раз, два, три, три кадра. Также абсолютно одинаковые. И из этих трех кадров я возьму тот снимок, который, пускай он даже немного не размазан, он не в фокусе, появляется какая-то шевеленка. Но таким образом наличие этого снимка в общей серии разбавит всю серию и позволит смотреть на модель в пространстве с какой-то новой точки зрения. Именно такие кадры насыщают вашу съемку более вариативными ракурсами, эмоциями и настроением. Два одинаковых кадра. Ну, вот, наверное, этот оставлю. Тот брать не буду. Едем дальше. Тоже что-то прикольное. Пускай этот останется. Она валяется на... На мху. Вот этот классный. Непонятно-непонятно. И какой-то нужно взять с глазками более крупный портрет. Наверное, оставлю этот. Отлично. Едем дальше. Круто. Тоже забавно. Почему бы и нет? Пускай будет. У меня есть несколько кадров с точки съемки снизу. Раз, два, три, четыре. Четыре кадра. И они, ну, практически абсолютно одинаковые. Особенно вот эти три. И мне из них нужно выбрать. Я остановлюсь на вот этом профиле. Здесь более открыто читаются ее черты лица, губы, нос, скулы, глаза. Здесь более грубый светотеневой рисунок. А здесь она слишком сильно от нас отворачивается. Мы не видим губы. Поэтому останусь на этом варианте. Восьмерочку нажимаю. Она у меня остается. Едем дальше. Как-то не по-природному она поставила ноги. Поэтому этот кадр я брать не буду. А вот этот кадр уже более интересен. И вот этот кадр, где она немножечко раскидывает пальто и начинает заглядывать, как-то дышать, плавать в этом воздухе. Круто. Тоже интересный портрет. Хоть и немного такой удивленный. Типа, что? Очень крутые снимочки с папоротником тоже получаются. И их нужно тоже выбрать. Взгляд сверху тоже достаточно интересен. И кадр с ручками. Дополнительно в серию вы можете взять какие-то кадры с деталями. Обратите внимание, сейчас у нас уже идут кадры с немного другим образом. Она сняла пальто в черном свитере. И я не смогу взять эти кадры в серию к предыдущим кадрам. Потому что у зрителя будет диссонанс. И так как я сделал гигантское количество снимков, я просто-напросто смогу разбавить свой контент несколькими съемками. Несколькими сериями. У меня будет две серии. Кадры, которые я сделал сверху, они перевернуты. И для того, чтобы лучше их воспринимать, вы их можете перевернуть. Для этого вы выделяете все эти снимочки и жмете сверху на клавишу вертухнуть. Два раза вертухаете по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. И таким образом вам станет легче воспринимать картинку. Но я предупреждаю, под таким ракурсом портрет может показаться наоборот отталкивающим. И чтобы вновь его сделать прикольным, приятным, вы можете сделать хитрость. Повернуть кадр только на 90 градусов. И вот такие варианты поворота на 90 градусов, они могут сыграть намного интереснее, намного лучше. К примеру, в данной ориентации мне снимок нравится больше всего. И я оставлю вот этот кадр, где у нее рука более естественно лежит на скулах. Едем дальше. Тоже крутой кадр, где она касается воды, но мне хотелось бы найти снимок, где она не контактирует со мной. Вот, к примеру, этот. Но здесь мне не нравится левая рука, пока что я оставлю его, потом, если что, из общего отбора удалю. Здесь глазки тоже красивые, она не касается камеры, смотрит сквозь меня, куда-то больше вниз. Тоже получается интересно. Вот этот вдаль смотрящий тоже здоровский снимок. Так, тут много классных кадров, поэтому сложно, конечно, с ними отбирать. Вот этот отличный. Вот этот вообще пушка. Классный блик в глазах. Здорово, здорово, здорово. Непонятно, как потом это все отбирать. Ну и вот у нас третья часть съемки. Она у нас опять в пальто. И здесь прям очень-очень приятный мох, который тоже хочется показать. Готово, второе отсеивание у нас также прошло. У нас осталось всего лишь 45 кадров. Их мы выделяем. Если другие кадры вы оставить хотите, удалять вам их прям жалко, можете оставить. Общая серия занимает 4 гигабайта, это не так много. Но я эти кадры не жалею, поэтому я их все выделяю. И спокойненько их переношу в корзину. Пока 106 кадров. Зачем нам дубликаты? Все, остается у нас 46 кадров. С них я опять могу снять метку. Либо я их могу выделить и раскидать на две папки по двум стилистикам съемки. Первая серия будет в пальто, вторая серия будет без пальто. И уже по отдельности начинаю обрабатывать эти снимки. Навскидку я сейчас могу пробежаться и сказать, какие кадры вот уже при таком масштабе, могу чуть-чуть сделать масштабирование побольше. Уже сейчас я могу определить, какие кадры я стопроцентно возьму серию. Вот этот кадр мне нравится. А в серию я должен взять 7-8 кадров, чтобы я их мог позиционировать горизонтально в карусели Инстаграма, в моей стилистике. Поэтому ограничусь 7-8 кадрами. Мне нравится вот этот кадр. Достаточно интересный вот этот снимок, 100% его берем. Какой-то нам нужен обязательно крупный портрет. Эти кадры, наверное, все-таки пойдут отдельной серии. Давайте их не будем смешивать. Можно взять кадр с руками. Хочется взять вот этот тоже воздушный такой абстрагированный, более крупный портрет. И нам обязательно нужен портрет с прямым контактом с фотографом. Я возьму этот. Все, выделяем наши утвержденные кадры. Вот такой у меня получится серия из 8 снимков. Понятное дело, когда вы начнете эти кадры обрабатывать, возможно, вы захотите обработать и другие снимки. И постепенно-постепенно, потом, впоследствии, когда вы начнете закидывать эти кадры в Photoshop на раскройку вашей карусели, все может поменяться. Вы можете увидеть, что здесь этот кадр не подходит и хочется взять другой и уже его привнести в вашу карусель. Но смысл остается прежним. У вас в целом 45 снимков с полноценной двухчасовой фотосессией, портретной фотосессией, которых вполне достаточно выше крыши. Они не одинаковые, они абсолютно вариативные, они действительно крутые. В результате у нас получилась отличная серия. Обязательно загляни ко мне в Instagram и влепи нам с Катей лайк. Ну и лайк этому видео, подпишись на канал, мне будет приятно. До скорых встреч, пока! В шапке я сижу не потому, что холодно, а потому, что волосы мешают. А стричься заново не хочу.